А пока есть пара минут, сделаем обзор на электронный кальян. Электронный кальян, очень удобен тем, что его можно взять дорогу, не нужно заморачиваться с тем, чтобы тушить, не тушить, таскать с собой какую-то штуку большую. Сел, сел, достал маленькую палочку в форме сигареты, покурил и пошел дальше, подымил. Здесь чем руки занять. Этот с капучино вкусом, мой любимый. Когда затягиваешься, светится вот эта лампочка. Этот с дынькой. Но он уже закончился. И последний с вишенкой. Он тоже закончился, и когда он заканчивается, лампочка начинает мерцать. Что же в нем интересного внутри? Это одноразовый персональный испаритель. Сделан в Китайской Народной Республике. Состав. Прорапилен, гликоль, растительный глицерин, вода, ароматизатор, никотин. Он тоже присутствует, 6 миллиграмм и срок годности 2 года. Хватает его примерно на 500 затяжек и все, потом он выключается. Но это достаточно долго, можно неделю пользоваться, а можно и две. Стоит такая штука, в любом маркете продается 65 гривен. Так как этот закончился, будем смотреть, что у него находится внутри. Вот он отклеивается. И мы видим, что он внутри вообще прозрачный. Здесь лампочка, которая светится. Здесь элемент, батареечка, видимо. А здесь сам, сама штука, которая испаряет. Из пропитанного влагой какой-то ватты, короче, фильтра, испаряет. И внутри здесь видно какие-то капельки. А на батарее написано 280 миллиампер. Потом что-то пропитанное чем-то, влага какая-то. Ее, кстати, достаточно еще, чтобы курить. Нагреватель. И потом идет сам какой-то элемент, видимо, он твердый и длинный. Нужно отсюда вот отсюда войдет. Вот элемент. Ну, в конце тут какая-то лампочка, светилка, не знаю, диод, который светит. И вот сам элемент. Воздух проходит сквозь что-то там элемент. Вот этот вот. Нагревается эта штука и выпускает пар. На этом обзор закончен. Теперь вы знаете, что он находится внутри электронного кальян. И можете ни о чем не париться. Купания окончены. На камеру одел специальный чехольчик из поролончика. Сейчас посмотрим на обратном пути, какое будет качество звука, будет ли задувать ветер и вообще что и как. Осталось найти дорогу домой. Через один лес, через второй лес. Нашел местечок с этими космическими мусорными баками. Помню, что мимо них проходил. Беседки все еще там находятся. В которых можно организовывать свои оргии. И членовредительство можно устраивать даже. И возможно дебош можно даже организовать. Скромный, небольшой, но яростный и веселый. Так, 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 так. А теперь надо найти дорогу. Мне кажется, вот эта вот тропинка, где велосипед проехал и где кони идут. А я сейчас пойду им навстречу коням. Состроим гримасу. Они как кокнут. Или вскакнут, или взбрыкнут. Иду на перехват. Конячки. И тут мне внезапно вспомнилось, когда я последний раз сидел в седле. Так сказать, оседлал я жеребца. Мне было лет 10, наверное. А может быть 8, а может быть 7. Все начинает размываться, границы уже потеряны. Так сказать. Сижу я на жеребце. Мама отвлекает фотографа, сама фотографирует. А жеребец стоил в советское время очень больших денег. Ну, как обычно, будут фотографы на всяких там центральных улицах. Поэтому мы сделали вид, что ничего не знаем. Мама сделала пару снимков, и мы быстренько сдрыснули. Вот такое у меня было знакомство с лошадью. Первый раз. Хотя, возможно, был еще и другой раз. Я помню, что какие-то у меня были панические приступы, когда лошадь очень быстро мчала. Ну, вернее, кто-то ее держал за поводок, и она очень быстро ехала. Бежала, шла. Мне было тогда очень ссыкотно. Как управлять такой махиной, я, к сожалению, не знаю. И, честно говоря, на лошади кататься мне совершенно не прельщает. Вот на мопеде мне понравилось в Индии. И на машине еще можно. И велосипед это все мое. А вот лошадь это такое. Ну, такое. Сомнительное удовольствие. За ней же нужно постоянно ходить с мешочком, собирать все ее яблочки. А яблочко она может наделать ого-го сколько. Так что, сходить с тяжелым мешочком целый день? Непорядок. Ищу белок. Пока что здесь есть только вороны и голуби. В пруду были утки. А белок нет. Нашелся дятел. Ага, вот он сидит. Вылетел уже, сукин сын. Ничего. Найду белку, скормлю ей свой орех. Или два. Пускай возьмет их в свои маленькие лапки и начнет грызть. Это будет очень занимательное зрелище. Всегда об этом мечтал. Нашел белку. Вот она сидит возле дерева. Попробую дать ей орех. Киса, киса, киса. Сучу орехами, но она не откликает. О, другая пошла. Ты моя зайчка. Иди сюда. Вот она там на дереве засела. Может, видно? Она шастает там в глубине. Не хочет, короче. У меня, если честно, нет времени ее уговаривать. Я сам хочу есть. А также у меня массаж. Я очень тороплюсь. Поэтому белки остаются без вкусняшек. Так и мне надо. Маленькие рыжие гадины. Я уже выбрался из леса. Собственно, заняла все. Обратная дорога. Минут, наверное, 10. Если быстрым шагом идти и нейтрализировать белок. Ну и все. Вот. Место, где я пришел. Кстати, оказалось, что здесь пешеходный переход есть неподалеку. Раз уж так, воспользуюсь. Раз он соблазняет меня к этому, воспользуюсь пешеходным переходом. Интересно, что велогонщики, велосипедисты переезжают с одной ровной аллейки в следующий лес и едут дальше. Вот такой у них маршрутик. Потом надо делать круг в этом лесу и возвращаться обратно через тот. Возвращаюсь к себе в палатку, переодену сухие шорты, эти оставлю на сушечку, сусечку, сысечку, шишульку и на массажик, на массажик. Очередной заход к зарядке. Как же она сегодня поживает без меня? Как раз есть свободные ячейки. Можно что-то там оставить. Наконец-то работает запись. Вот, можно записаться. Все мои четыре. Поставить на зарядочку. Даже время написано. 14.56. Медика нету, да? Наконец-то получилось сдать все на зарядку. Записали мне ячейки. А здесь происходит массаж. Мне сюда через 30 минут. Тут внезапно, возле моей палатки, происходит вот такое дивное действие. Только что слышал, что говорили о клещах. Их просто неимоверно много здесь. В медпункте как раз женщина стояла. Говорит, клещи, спасайте. К ним множество обращений с клещевыми всякими там укусами. Надеюсь, меня эта штука минует. Хотя на палатке вот одного видел. Грелся он на солнышке. Так как я сам себя смотреть не могу со всех сторон. Надеюсь, нигде у меня ничего нет. Массаж закончен. Я снова полон сил и энергии. Иду забирать с зарядочки все девайсы. Завтра у нас продолжение массажа. Время обеда. Время отдыха опять. Отдых от отдыха. От отдыха. В этот раз к массажу еще подключились девочки. Было очень интересно наблюдать, когда мастер показывал, куда чего нажимать. Девчонка забралась сверху, давила тоже ногами там что-то и испытывала неимоверные ощущения. Это было нечто. А тут очередная линейка. А я иду после массажа перекусить, набраться сил и поработать. Так как ноутбук все-таки заряжен. Можно посмотреть, что там происходит в мире-то людей и интернета. А завтра записался еще разочек и послезавтра еще разочек. И опять кустарник. И опять я иду. Дорожка уже протоптана. Полотенце наверняка уже подсохли. Насколько это можно было ожидать от них. Буду обедать. Отдыхаю в палатке, сделал все свои дела с ноутбуком, ответил всем на все сообщения ВКонтакте обязательно и по Скайпу. У меня есть Скайп, между прочим. Сейчас выдвинусь на центральную поляночку и заберу остальные штучки, которые заряжаются. Я поставлю заряжаться следующие, потому что ночь близко и они закроются в 23. И надо все это забрать, новое поставить. После массажа чувствую себя отлично и вообще хочется поспать. Надо еще придумать чем утепляться. Может быть сейчас пойду и найду какой-нибудь плед или еще что-нибудь интересное. Может быть какую-то шмоточку прикольную теплую и буду в ней еще. Удалось подзарядиться, идем на следующую стояночку. Наконец-то говорят организовали для местных жителей зарядку. Так сказать конец второго дня я пришел сдавать девайсы снова. уже в общественную заряжалочку. Она выглядит вот так. Пока еще здесь никого нет. Фактически все ячейки свободные. Будем заполнять. Приветики. Сдал 4 девайса. Все это под роспись аккуратненько вот так идет. И выдают такие бумажечки. Пошлась была одна бумажечка. А теперь много разных. А тем временем пока я сдал девайсы здесь происходит такое действие. Девочка раскрашивает переносит изображение с майки футболки короля шут на парня. Вот это выглядит так. А что будет с этим дальше? Это сверху ведется храм. полный рисунок. Вот так происходит этот процесс. Шел шел и внезапно нашел вот такую прекрасную девушку которая рекламирует время дзен и она предложила мне заполнить вот такую мини анкетку в обмен на конфетку но я же не мог устоять перед конфеткой анкеткой девочкой собственно вот что получилось анкетка готова мой чудо почерк врача готов надеюсь ребята разберут если что я выиграю поездку путевку в конце августа на фест и на этом фестивале я почувствую себя в самом центре дзена погружусь во все тамошние вахханалии и заряжусь энергией наберусь бодрости и позитива короче это секрет что будет там узнаю если приеду если приеду то сниму и расскажу оставайтесь на связи с вами был Владимир пока-пока самая простая это вот такая для коврика и сколько такая сумка для коврика стоит 280 280 вполне доступно ну вы понимаете если коврик коврики у нас самый дешевый коврик это китайский 300 гривен а так у нас германские 1000 до 5000 200 100 целых 2 будет прикольно да вот специально для коврика и можно уже вещи сюда ключи документы оригинально а такая сколько стоит 390 такая ткань это одна сумка но по разных цветах ну такая ткань для чехлов для гитары тоже использоваться вот я знаю у нас черные похожи это все ткани под сумки под чехлы и так далее потому что это производят одна контора все покупают и шлюх все что можно 4 йога магазин а центр ишвара йога вот у нас йога маевка Анатолий Зинченко это наш учредитель и второй Геннадий в Одесской области это интересно кстати в Затоке это у нас седьмого километра приезжали скупляли у нас вообще очень качество отлично и все супер у нас даже на седьмом километре такого нет потому что эксклюзив ну да давайте посмотрим что продают ребята у них бренд называется 4 йога делают их в Украине называется женская куртка Джаграт цвет голубой стоимость такого изделия 400 гривен материал очень приятный на ощупь есть разные расцветки разные размеры производства Украина стопроцентный хлопок я думаю что можно его и гладить можно и в 300 градусной воде пиктить очевидно если правильно читаете обозначение напишите в комментариях если что-то сказала не так состав так же хлопок и эластан так как я любитель таких всяких штучек-грючек сразу увидел их и решил подойти прикольно сделаны воротники в брендовых шмотках тоже есть такая штучечка мягенькая чтобы не что там не чухалось такая расцветочка аналогично есть красненькие и зелененькие еще и футболки принесли белая футболка тоже на шее тоже есть такая интересная вставочка размер м хлопок фирма Ханес это не они делают это перевозная Ханес так один ашу made in Бангладеш Бангладеш ребята молодцы мы такие тоже сейчас я принесу покажи дальше есть зелененькая вот такая вот но это Ханес топ свит это не 4 йога снова 4 йога синенькая темно-синенькая фасон очень хороший женские подходят курточки мне понравился вот такой вот серенький серенький цвет это как раз мой вот 4 йога катон эластан размер S идет капюшончик и такой наискосок так он зашит интересно с завязочками ну прикольная тема и серый цвет вот у меня есть такой от добермана агрессив уже балахончик внешне он точно 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 такой же только нету вот этой сзади красивой из переди картинки внутри тоже аналогичный такой пуховой он вот сегодня ночью в таком же спал было довольно таки холодно еще в спальнике которая мне понравилась стоит она 270 гривен вполне прикольно можно брать с картинками занимающихся ребят в позе всяческих йоговских упражнений вот двигаемся дальше посмотрим что находится с другой стороны лоточка снизу сумки которые тоже ребята сами делают для ковриков аладдинчики сами шьем штанишки обосранцы как их называют также аладдинчики снизу есть всякие аксессуары из Индии очевидно вот такие не видел похожие made in India а те кто знает что на индийских всех упаковках написана цена в рупе рома палочки и поэтому всегда можно знать сколько она стоит в рупе вот эта упаковка стоит например в рупе 40 рупе а ребята продают 100 гривен ну небольшая наценка в принципе зато привезли из Индии зато знаем что точно оттуда с этой стороны тоже футболки прикольные с собой да вот смотрите вот например Таиланд а вот это наш Таиланд Таиланд да это Таиланд мы идем в Таиланд Таиланд это наш Таиланд стоит 480 гривен а украинская но немножко похожего фасона 200 и то и то прикольно огромное количество ковриков у нас конечно есть торговые центры типа метро и так далее но коврики там продаются более простые в пределах где-то 70-80 гривен здесь продаются уже специализированные серьезные они такие толстенькие тяжеленькие да и широкие тоже выходят ну вот например хороший цвет оранжевый толщина 6 миллиметров и 183 сантиметра длина и 60 сантиметров ширина еще есть вот такие с держалочками или держалочки отдельно ремень для коврика 70 гривен есть китай есть немецкие вот этот сколько стоит красненький а там бирка не пропустил 1100 1100 я думал 300 коврик который мне понравился оказалось стоит 1100 и произведен он в Германии да да это бодхи ферма бодхи 95% в Германии и штаты вон там коврик тоненькие штаты и это мандука цена его 5000 гривен вот наверное самый дорогой ковер который я мог бы увидеть написано сделано в Германии с любовью везде мандука.ком 71 дюйм на 26 дюймов можно будет потом пересчитать в сантиметры по весу очень тяжело практически такой ковер не поднять кому нужно просто поспать с собой потаскать то лучше брать что-то полегче самые простые варианты легенький но толстый стоит 1200 а вот коврик тяжелой компании вот это этих ребят фо йога он стоит 1150 1150 ну молодцы очень серьезно для занятий положил где-нибудь в зале если ходишь туда постоянно то не нужно таскать с собой вот такой зелененький с нашивкой прикольный нашивка подкупает ради нашивки я бы взял бы такой да это мандука он жабка видите вот у них логотип жабка сверху логотип жабка жабка да я вижу и стоит эта жабка 3000 гривен да это для специалистов для преподавателей ну да также есть такие тканные ковры по 1300 и по 2 для оформления интерьера тоже красивенькие не они занимаются даже занимаются оказывается я не просвещенный но они тоже занимаются вот коврик сгонешь коврики посмотрели посмотрим теперь штаны женский ряд девчонки если вы смотрите это компания фо йога продает вот такие штанцы конечно же всем интересна цена цена 260 гривен это более чем доступно с ценой например на тот же коврик есть разнообразные штанишки обосранцы штанишки аладин и вот даже вот такое трико неимоверно также есть что это я не знаю банданы что ли или какие-то чудо-шаточки это типа банданы но банданы это треугольные или четырехугольные косыночки косынка да а это штучка без шоу но шов нет шов нет называется баф ну он тоже если тут этот называется цедра и на голову или на голову предположим или на шею или на руку вот девочка сейчас купила наверное из гитары для гитаристов прикольные тоже растаманские цвета талантские штуки но конечно они стоят дороже чем украинские производства 450 но девчонкам должно понравиться вот такие цветные и радостные ребята очень большая экспозиция поэтому кому нравятся всякие такие футболки мне нравится например серый цвет то можно брать и фасоны прикольные вообще что-то оригинальное для всяких фестивалей опять-таки название йога говорит само за себя можно также и на йогу в них ходить очевидно и нужно ведь для этого их и делают огромный такой у них стенд смотрите приходите может быть что-то приглянет двигаю в сторону пищевой ярмарки примерно все то же самое что и вчера но немножко больше уже людей прибыло сегодня буду делать фотки еды на закате потому что всех это больше всего она она беспокоит вот еще один луточек с такими бисюточками там подаются тоже шмоточки ну вот очень прикольно сделанное в Индию стоит очередь за кофе кофе стоит от 10 гривен и более также готовится нечто а что это вы готовите это будет гречка с луком грибами и овощами отлично тут готовят гречку с грибами и овощами оказалось тут же можно ее и заказать и сколько она стоит гречка 15 суп 25 а есть черный и перец 25 стоит это все удовольствие но не так уж и дорого зато горячее если сильно хочется перекусить почему бы и можно все перекусить суп гречневый за 25 клубничные тортики сэндвич смотрится вообще неимоверно это горох нут на тостовом хлебе и вот такой интересный сэндвич зеленого цвета также другие всякие вкусняшки наступило видимо время перерыва между собраниями между линейками и люди выбрались перекусить здесь необычно много всех что-то происходит даже разные персонажи потом еще подойдут сфотку ребята играют на таких глюкофонах в лучах закатного солнца это все происходит такая умиротворяющая музыка фоновая располагает принятие пищи распитие всяких чайов в следующем молоточке есть иван чай вот 10 гривен 150 миллилитров кофе из цикория кофе из цикория всякие другие штуки-дрюки салат греческий что вам заказывать чуть-чуть позже полетаем заходи на посадку сюда здесь у нас хлебцы и все что все что все что все что было шоколад уже расходится как горячие перешки смотрите есть разные абсолютно вкусняшки это и хлебцы это и пастила это и шоколад шоколадки это и разные суладощи которые можно приобрести и абсолютно безопасно кушать и себе и всей семье они не содержат в себе никаких ешек сахарозаменителей в основном натуральные продукты в которых если мы берем сладости это мед либо шоколадный финик либо же если мы берем хлебцы и тому подобное там нету глютена нету ешек как я уже говорил да и можно спокойно кушать шоколадный кероби потому не вызывает аллергии потому что у вас есть дегустационные наборы да ассорти ассорти если мы смотрим по хлебцам вот пожалуйста пробный набир без соли если мы смотрим по шоколадам пожалуйста шоколадки вот эти каждой по как бы дольки и если мы смотрим дальше по ассорти круглым конфеткам вот такие есть ассорти в комплекте за 40 гривен есть 150 грамм хлебцов которые входят цибурь хлебцы ляне цельнозерновые ляне с бурячком ляне с моркою яки вы только же сказали хлебцы ляне с грибами навіть яких зараз вы можете не бачить на прилавке и хлебцы ляне с морськи да а с томатом не было а бородинских не было я думаю у вас морковь ассетия бородинских немало да та бородинские как бородинский жестковатый присмак или вот бородинский это вот они в начале это про них или это общие бородинские бородинские томатные или не бородинские это они да или нет это они бородыньские для них с томатом это они давай все одно такое кефир и с кешем хлебцы это хорошо и что к ним? к ним ничего сувенир а сколько стоит салат? нет вот который понесли греческий вот он 55 гривен 55 гривен 300 грамм давайте греческого салата хлебца еще один греческий большой и чай и чай горячий есть? большой чай на сколько он горячий? так можете присесть я вам поднесу уже горячий хорошо? окей решил устроить небольшой перекус и заодно продегустировать в самый-самый эпицентр можно зайти здесь есть вот такие палеты на которых оборудование все посиделочки вот эти вот такая картоночка видимо чтобы не закакать покрытие палеты раскладываемся и готовимся к принятию пищи так сказать время трапезы пришло так принесли греческий салатик довольно-таки большая порция стоит 55 гривен 300 грамм и можно в принципе ей накушаться если взять две порции еще принесу чай и я взял вот такие хлебцы буду дегустировать там целая куча всего я уже перечислял что там внутри так сказать время принятия пищи давай раскрасим серый мир чтобы для нас он стал цветным наполнен ярким красок ты скажешь мне что я никто я сделаю тебе назло на все способен так сказать